Вопрос Что вы думаете по этому поводу? Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в перспективах этого направления. Я объясню, почему. Дело в том, что на сегодняшний день... Может быть, это перспективы, может быть, это на какой-то период тема? На сегодняшний день, по большому счету, все равно все упрется в то, откуда берутся фонограммы. Сейчас я смотрю, есть действительно некий виниловый ренессанс, есть множество новых пластинок, многие пишутся якобы на виниле. Но изначально исходник все равно цифровой. То есть получается, что... Это виниловый ренессанс, цифровой виниловый, мы его не трогаем. Мы сейчас трогаем исключительно тему аналоговой записи. Потому что, естественно, что на аналоговом магнитофоне можно прослушивать аналоговую запись. И желательно, чтобы это была максимум вторая копия с мастер-ленты, на которую свели с 16-24 и так далее дороже. Тут, понимаете, контингент очень невелик этого всего. То есть этим интересуются либо те, кто жил в эпоху аналоговых, вот этих всех расцвет аналоговой техники. Динозавры. Да, либо те, кто так или иначе попал под их влияние, но таких, к сожалению, не очень много. Мне очень нравится, что вы говорите «к сожалению». Ну, потому что я действительно сожалею. Да, естественно, конечно. Для меня это, в общем, действительно был период расцвета электроники вот тут вот аналоговой. И период наиболее таких вот интересных творческих каких-то решений еще. И молодость, а то же время пришлось. Ну, в общем, все вместе. Соответственно, сожалею, что вот это все ушло. Ну, в общем, поскольку так уж сложилось исторически, что все эти аналоговые вещи остаются в прошлом, то оно, как бы, прошлое не вернуть. Вот я так считаю. То есть попытки возрождения аналоговой записи, они, безусловно, хороши, полезны. Все зашибись. Но... На новом уровне. Контингента нет, который это будет использовать. Соответственно, это вот как, грубо говоря, какой-нибудь Rolls-Royce 1974 года. Красивый, офигительный. Вожделенная мечта очень многих. Да. Но немногие могут его себе позволить. Ну, и ездить на нем никто не будет. Вот я... А в гараже будет стоять. В гараже будет стоять. И все. Точно так же магнитофон поставят, он будет стоять. Слушать-то его никто не будет. Выслушать компакт дисплеер. Или вот этот вот. На худой конец. То, что в уши воткнут с айфона и ходят слушать. Вот и все, что будут слушать. А это будет стоять и говорить, а у меня, блин, ревок стоит. Ну, стоит. Замечательно. На пол дюйма. Да. Да, на 38-ю скорость. На 38-ю скорость. Но, так понимаете, это больше для антуража, что ли? Это некий фетиш. Антураж. Да. И ничего тут не поделаешь. Нет, это будет всегда. Это естественно. Но, как такового ренессанса, полного возрождения, пусть на новом году. Полного возрождения, конечно, не будет. А некий прослойка, он всегда останется. Кому-то это все равно потребуется иметь Rolls-Royce в гараже, кому-то потребуется иметь ревокс на стойке, кому-то потребуется иметь какой-нибудь там торренс или проигрыватель или советскую электронику ТАНЛ-4 у себя в комнате и за стеклом. Безусловно, это будет. Но это не будет неким массовым продуктом. Массовым нет. Не будет неким массовым... К сожалению. Мы с вами согласились. К сожалению. К сожалению, да. Один раз пересевший на автомат или на вариатор вряд ли вернется к ручке. Не потому, что МКПП хуже. Любители есть. Любители есть. Опять прослойка. Ну вот мы недавно брали интервью у преподавателя ГИТИСа с кафедры звукорежиссуры Анатолия. Это наш теперь постоянный участник. И хочу сказать, что он примерно говорил о том же самом, немножко другими словами, но идея более или менее была та же. Да, цифра будет доминировать, безусловно, потому что она компактна, удобна, она проще в обработке. И естественно, что засунуть цифровой сигнал там в какой-то маленький гаджет, носить его в кармане, слушать через, как вы говорите, наушники, это намного удобнее, это намного практичнее. Да. Не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. С теми возможностями, которые дает аналоговая запись. И здесь я с ней согласен. На самом деле, это действительно тоже некий камень преткновения. Частота дискретизации. Видите, мы привыкли к такому вот шаблону, идиотскому шаблону, прямо скажем, что человек слышит до 20 кГц. Да может, он слышит до 20 кГц, я вообще слышу 17. Но человек чувствует и 50, и 70, и 100. И вот когда мы сможем передать в цифре 100 кГц, ну, по крайней мере, на том уровне, чтобы организм человека, именно организм человека воспринимал его не как некую мешающий сигнал, а не как некую составляющую того звукового сигнала, который он должен принять, воспринять и переработать, тогда можно будет говорить о том, что цифровая запись сравнится, или, по крайней мере, очень близко приблизится к аналоговой. То есть, мы получаем, что 150 дБ, это у нас, ну, грубо говоря, 30 разрядов надо реально. 30 разрядов, да. И, соответственно, 100-150 кГц нам нужен сигнал, это как минимум первичной дискретизации 250 кГц, то есть при обработке, я считаю, МЦП 32-разрядный, 250 кГц, да еще и с линейностью ХП в пределах 32-разрядов. Ну, пока я таких не знаю, и я думаю, что еще долго не узнаю, скорее всего. Но лет 10. Больше. Больше. По моим прогнозам, лет 25-30. Ну, в принципе... Особенно с учетом, извините, что немножко продолжу, особенно с учетом вот той деградации, которая сейчас очень активно начала происходить в электронной промышленности. В мире. Да, в мире, именно в мире. То есть кризис электронной промышленности, начавшийся в 98-м году, он так на какое-то время прекратился, приостановился, то есть технологии подровнялись, подтянулись, но именно системный кризис, он не преодолен, он развивается и дальше. В начале нашего разговора вы сказали, что международная ситуация влияет на ваш творческий процесс. Вы имели в виду именно то, о чем вы сейчас говорили, или что-то еще? Или на комбинацию различных факторов? Я имел в виду в общем и целом. Значит, тут международная ситуация, в моем понимании, это не только некая политическая ситуация. Безусловно. Кто-то с кем-то там подсапался. Нет, 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 мы в политику вообще не лезем. Да, это не только оно. Нас интересует технологический прогресс. Международная технологическая ситуация. Такой прогресс, первый сбой, вообще, я считаю, по моим прикидкам, по моим каким-то внутренним ощущениям, по тому, что я читал, знаю и так далее. Я разговаривал с людьми, общался. Пик развития электронной промышленности в мире пришелся на середину 70-х годов прошлого века. То есть к тому моменту как раз были созданы базовые технологические процессы, которые используются по сей день. Они начали развиваться. К тому моменту была создана промышленная основа, чтобы реализовать эти технологические процессы. И как раз вот 70-е, 80-е годы это был взрывной всплеск новых и очень интересных продуктов электронной промышленности. Все, что пошло потом, где-то с 90-х годов, это всего лишь усовершенствование. Изощрение на пройденном материале. Да, подулучшили здесь, подухучшили тут. Ну, в общем, короче, вот эти вот всякие, извиняюсь за выражение, мастургации. Друзья, не только подулучшили, но и подухучшили. Да, и подухучшили. Вот эти вот всякие нехорошие вещи с процессами, как бы, для производства электронных компонентов, они, в конце концов, дали себя знать в том, что начался кризис этой промышленности. И в 98-м году, может быть, кто-то еще помнит, когда вдруг исчезли все микросхемы памяти. 98-й, 99-й год, они вот резко подорожали в 5-7 раз. Был, был, был такой момент. Это как раз первый пик вот этого кризиса, когда, по целому ряду причин, технологические процессы оказались... Но там повлияли природные... И природные... Котоклизмы. Да, но оказалось, что те технические процессы, которые были заложены в них, они были сильно недооценены по средствам. То есть они производили часто очень на грани себестоимости все это дело. И как только возникли внешние... Ну и сейчас то же самое, естественно. Сейчас немножко изменили, но в принципе тоже небольшой сбой. Это как вот по сетевым фильтрам и вообще вот по силовой электронике. Малейший сбой на заводе ТДК Эпкос в Китае и 45 недель срок поставки сетевых фильтров. Все. Электронная промышленность, куча предприятий встала из-за этого. Это я не говорю не про нас, говорю, у меня много знакомых за рубежом, в Штатах, в Швеции, которые занимаются электроникой. Они в ужасе от того, что заказывает предприятие, грубо говоря, там вот эти вот какие-то компоненты со сроком поставки 2 недель, а им потом приходит такое письмецо красивое. Вы знаете, ну извините, ну хрень вышла, мы тут 46 недель срок поставки, ну ничего, вы переживете. И так во всем. Вот эти процессы, вот этот вот перманентный кризис и перманентная деградация самой сути вот этой вот электронной промышленности, она, конечно, приводит к тому, что необходимо это учитывать в творчестве, разработках, в том, что ты планируешь на будущее. Ну вот запланировав вот еще 10 лет назад, даже, ну 15, кто бы мог подумать, что такие монстры, как Analog Devices и Texas Instruments перестанут выпускать хорошие цапки. То есть они остановились на 10-летнем уровне 10 лет назад, вот как была у Analog Devices AD1955 топовым цапом, так она и осталась. Значит, рынок не требует? Да, рынок-то требует, другие-то делают, Asahi Kaseya, ESS Technology, они же пошли вверх и сильно, они уже оставили Analog Devices, Texas Instruments далеко-далеко позади, PCM1794, 1995. Но для этих компонентов, значит, свой рынок остался. Нет, они просто поняли, что этого делать им не надо, это невыгодно, это не нужно. То есть вот та деградация человечества общего, общекультурная деградация человечества, происходящая на наших глазах, она как раз останавливает и развитие вот этих электронных компонентов высококультурных, высококультурных... В принципе, наверное, вообще всей высокой технологии. Да, она и становится не нужной, то есть нужна только та высокая технология, которая отсутствует, сиюминутные потребности человека пожрать, позвонить по телефону, посидеть в социальной сети. Ну, на самом деле, это и есть мотивация для прогресса, потребности человека сегодня. Эти потребности очень сильно уж стали ограниченными, они уж такие примитивные. Ведь вспомните, вот... Человек сам примитивный. Нашу молодость, вспомните, вот 70-е годы, другие были потребности и стремление у всех людей. Масло было лучше и сахар слаще. Вопросов нет, но тем не менее, было много и негативных моментов. Безусловно, нет, я не говорю про Советский Союз, я говорю про мир в целом. То есть тогда была другая мотивация у людей, в принципе, они стремились к другому и у нас, и за рубежом, везде. Сейчас люди стали стремиться к очень ограниченному количеству неких материальных, чисто материальных благ. Людям перестали быть необходимыми некие более высокие стремления. То есть тут у него есть мобильный телефон, у него есть наушники где-то в уши. Он закрыл свои потребности, человек закрыл свои потребности. Уровень потребности как раз и ограничивает тот уровень прогресса, который будет достигаться на производстве. Друзья, мы затронули большое количество различных интересных тем, поговорили о том, с чего Дмитрий начал свою карьеру в области звука. Причем не только связи, но и звука. Но у меня остается очень интересный вопрос, как мне кажется. Дело в том, что многие из вас нам писали и хотели бы получить некий мастер-класс. Как сделать хороший ЦАП по методу Дмитрия. И мы сейчас любезно попросим Дмитрия рассказать нам, с чего надо, что называется, начать, чем закончить. Ну и так далее. Дмитрий, пожалуйста. Ну, главное принять и начать, и пойдет свой мастер-классный процесс. А потом и... Народ поймет, пойдет и поддержит. Главное принять. Так вот, для того, чтобы сделать ЦАП, вообще, необходимо две основные вещи. Это наличие и правильное место произрастания рук, и наличие и правильное место произрастания головы. Я бы начал все равно с головы. Ну, возможно, да. ЦАП это слишком такая высокая материя. Ну, по крайней мере, эти две вещи обязательно нужно иметь. Это не бирюльки, а то получается так. Сначала делаем, потом думаем. Иногда тоже бывает полезно. Потому как моторика, она помогает мыслительному процессу. Ну, тем не менее, да, я соглашусь с вами. Действительно, наличие головы и определенное содержание в ней здесь необходимо. Тем, у кого руки растут не чуть ниже головы, а еще ниже, это не относится. И музыку тоже не слушать, получается, по вашим ментам. Ну, музыку надо слушать. Музыку все равно надо. Музыка доступна всем. Ну, естественно, определенные жанры, определенным людям. Но, тем не менее, музыка – это всеобъемлющий сюжет. Она доступна всем. Вот. Ну, шутки в сторону, как говорится. Значит, то, что имеем... Ну, какие же могут быть шутки, когда уже... Наличие головы – это не шутка. На сегодняшний день – это не шутка. Нет. Вот. Соответственно, эти две вещи мы выносим за скобки. Предполагаем, что они имеются по умолчанию. А дальше все не так просто. Третья рука тоже. Возможно, понадобится иногда, бывает. Дальше все уже не так просто, получается, потому как вообще сам по себе цифроноговый преобразователь, то, что мы там DAC, ЦАПом, и так далее, вещь весьма сложная. Иногда кажется... ЦАП или DAC? А, все равно. Digital Tonal Convator, или по-русски, это цифроноговый преобразователь. По-русски. Поэтому мы в России говорим по-русски. ЦАП. ЦАП. Соответственно, будем называть вещи своими именами. ЦАП так ЦАП. Так вот, чтобы его сделать, надо все-таки приложить достаточно много усилий, потому как можно взять микросхемку, взять ее справочные материалы, дата-шиты, спаять по ним, и оно вроде как и заработает. А вот дальше от этого вроде как и заработает до того, чтобы приемлемо, а еще лучше хорошо воспроизвести музыкальную программу, дистанция огромного размера. Потому как существует огромное количество, множество мелких и не очень мелких факторов, оказывающих очень серьезное влияние на все последующие результаты. По большому счету, основные четыре основных ингредиента хорошего ЦАП, они общеизвестны. Это первое. Хороший источник питания, потому как даже с точки зрения элементарной кибернетики и физики, любое усилительное устройство является лишь модулятором энергии источника питания, энергии управляющего сигнала. То есть, что мы модулируем, то мы и получим. Лучше мы не получим, чем то, что мы сможем промодулировать. Второе. Я к вам сразу вопрос с десятого ряда. Как насчет блока питания размещают на балконе, балкон отваливается, там сварочные провода тащат. Как вы к этому относитесь? Но это идиоты. Ну, я никак к этому не отношусь, скажем так. Вообще никак. То есть, я ведь не могу. Вы рекомендуете это использовать? Это можно так расценить? Нет. Само собой? Нет, это немножко не так. Дело в том, что это так называемый экстенсивный путь. Вот если мы иначе не можем, то мы поместим на балконе тяговый аккумулятор от тепловоза. И балкон отвалится. Балкон отвалится. Может и не отвалится, но это уже вопрос такой вторичный. Главное, что он там есть и как-то работает. Кто-то там поместит бензиновый генератор с умформером, который чисто синусоиды механически сформированный сделать. Но это, опять же, экстенсивный путь. То есть, хороший источник питания может быть разным. И не обязательно гигантским. Но главная его особенность, главная его задача именно обеспечить энергией должного качества все элементы схемы. Второй, как я сказал, элемент – это сердце. ЦАП – это тактирование. На современном этапе от этого зависит, по сути дела, реализуемый, предельно реализуемый динамический диапазон. Третий момент, не менее важный – это сама микросхема цифронологового преобразователя. Что она может сделать, насколько она может использовать и возможности, предоставленные ей питанием и тактированием. Ну, даже не сама микросхема, а чипсет. Ну, чипсет на сегодняшний день все-таки, их стараются сводить все в точку. В одну схему. Да, есть много этому плюсов. В первую очередь, опять же, та самая временная шкала пресловутая. Чем меньше расстояние, тем меньше времена распространения, тем меньше емкости, тем лучше это все, тем точнее во временной области это все работает. Ну, и четвертое – это тоже очень… Они все, в принципе, имеют равную важность, все эти четыре пункта. И четвертое – это то, чем мы обвесим от ЦАП. Это аналоговая часть. То есть, то, что выдал ЦАП на выход, это все-таки сигнал восстановленный. Он имеет определенную, скажем так, ступенчатость, дискретность. Его нужно превратить в ровный аналоговый сигнал, ну, или псевдоаналоговый, скажем так. Псевдоаналоговый. Максимально близкий к аналоговому. Да, естественно. Вот, и соответствующим образом усилий, чтобы потом на 10-метровый кабель запустить. И эта вся часть не создавала неискажений. И все в кабеле будет убито. Как вариант тоже. А как вариант и нет. В 10-метровом. В 10-метровом. В 20-ти есть люди, которые по 50 метров кабель опускают. Иногда бывает такое. Ну, если бы, конечно, симметричный кабель, то да, там длина меньше. Да, там свои есть особенности. Там можно и с длиной поиграться, там вопросы такие же. Ну, вопрос в том, что аналоговая часть, то, что обслуживает, выход ЦАП, должно обеспечить не меньшее качество и не меньший уровень вот этого вот своих качественных показателей, чем то, что мы перечислили ранее. С моей точки зрения, даже должна превосходить те возможности, которые предоставляет ЦАП, для того, чтобы в полном объеме все то, что выдает ЦАП, пропустить через себя и уже подать на усилители мощности и так далее. Потому что, если действительно, как вы совершенно правильно заметили, уровень аналоговой части будет ниже, чем уровень ЦАПа, то, соответственно, все то, что прекрасное и гениальное выдал цифра аналоговый преобразователь, дальше умрет в аналоговой части. Ну, да, совершенно правильно, согласен. То есть каждый следующий каскад должен чуть-чуть превосходить предыдущий? Да, совершенно верно. Это как усилитель. То есть ограничение должно начинаться с выходного каскада. То есть в обратном порядке. Первый ограничит выходной, потом усилитель напряжения, только самым последним превращается вход. Здесь как раз наоборот. То есть у нас самый высококачественный должен быть предельный, это именно выходной каскад. Естественно, конечно. Последняя ступень вот этого всего процесса преобразования. Соответственно, вот это все мы перечислили. Теперь что касается того, как это реализовать. Реализовать это сложно, прям скажу. Потому как, ну, начнем с источника питания. Первое. А что там, хороший тор взяли, припаяли. Ага, тор-то мы взяли. А кто-нибудь, например, вспоминает, что торы не имеют технологического зазора. И при малейшей постоянной составляющей в сети или наличии четных гармоник, они входят в насыщение. У них резко растет ток на магничивание. Гудеть начинают, да. Гудеть. Ну это ладно, гудеть это фигня. А вот то, что они начинают до 200 гармоники токи на магничивание в сеть плодить и распространять их по длинным сетевым проводам, это все гораздо более опасно. Вот, это первое. Тор взяли, ладно, взяли не тор, взяли шеобразник. Шеобразник. Или ППЛ-ку, ну с технологическим хотя бы зазором. Сделали хороший трансформатор. Вопрос, сделали ли мы его хорошим. Потому как тот же ПЛ, ну катушки как обычно мотают, первичку на половинку первички на одной катушке, половинку первички на второй, там что-то вторички раскидали. Ох как. И пошло дело. Я намотал трансформатор рядной намотки. Ты намотал просто трансформатор. Ненормальный трансформатор. Потому как даже в силу трансформаторе ПЛ-ки, сетевую-то лучше посекционировать. а между первичкой и вторичкой экранчики положить, да еще и многослойные, потому как емкости снижаем между сетевой обмоткой, а если мы ее секционировали, она же, в нее вложены вторички, да еще... Всех секретов не рассказывайте, опять снижут, как эзотерик. Пусть лучше читают книжки нашего известного ученого Цыкина, там все это написано. Это было еще в 1938-1939 году им описано, как трансформатор и сетевой, и сигнальный можно сделать. А эзотерик пусть слизывает. Даже приятно было посмотреть, что они слизали. Ну, правильно, если эзотерика слизала, то, соответственно, уровень очень высокий. Ну, вот, значит, трансформаторами разобрать. Это должен быть очень серьезный прибор. Дальше, выпрямитель. Обычно как? Мы сейчас поставим диоды шотки. Выпрямителем, и все будет круто. Не будет круто, потому что поставили 100-вольтовые диоды шотки, а кто-нибудь помнит, что у них есть паразитный обычный диод защитный, на котором прямое падение напряжения 0,7 вольта, а на диоде шотки 100-вольтовым 0,72-0,75. И уже в 100-120-вольтовых шотки начинают работать обычные диоды упрямительных. Появляется эффект обратного восстановления. Значит, взять истинные диоды шотки. А кто-нибудь знает, что такое истинные диоды шотки? Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Кто-то знает. Да, значит... Поясните, пожалуйста, для тех, кто не знает. Для тех, кто не знает. Карбито-кремниевые диоды, они истинные шотки. Они просто сами по всей структуре получаются высоковольтные. У них просто не делают технологического диода вот этого защитного параллельного паразитного диода. Поставили их, все вроде тоже хорошо. А дальше поехали. Ужасная вещь. Конденсаторы фильтра. Это только еще источник питания. Мы еще никуда не ушли от него. Да, естественно. А вот с конденсаторами фильтра, давайте посмотрим, а их делают Вишей, BC Company, Кемет, Эпкос, нынче ТДК. Да кто их только не делает. Можешь, там всяких китайских фирм. В принципе, конденсаторы, конденсаторы. Они же все разные. Иванский завод. Тоже, кстати говоря, и неплохие, между прочим. Ну, они все разные. Они все имеют свои особенности по последовательному сопротивлению вот этому максимальному собственному своему. Какие ваши рекомендации? Что лучше взять? Ой, да их много сложных. На самом деле, мне лично нравятся вот лично мои какие-то предпочтения на стороне Эпкос ТДК конденсаторов. Неплохие, они в основном делают для промышленной кроники и, соответственно, учитывают множество тех факторов, которые считаются второстепенными для слаботочных цепей. В частности, вот это ESR, его, в частности, низкое значение импеданса на частотах, там, порядка 10-20 кГц. Они все это достаточно хорошо учитывают. Сам технологический процесс позволяет реализовывать емкости с небольшими утечками, работающие при высоких температурах, ну и так далее. Но это, опять же, это чисто мои рекомендации, они обязательно их. Панасоники делают хорошие, очень конденсации. Сношение цена-качество панасоников, я считаю, непревзойденным на сегодняшний день. Дмитрий, вы мне сейчас напомнили героя того рассказа, который я читал еще в 90-е годы, которого спросили. Но когда вы работаете, исполняете приказы, вы предпочитаете при помощи чего? Он говорит, ну, вообще-то самое лучшее для меня это итальянские револьверы. Очень хорошо лежат в руке, очень сбалансированный у них вес, распределение массы, спуск мягкий. Вот точно такой же разговор почти. Ну, видимо, все-таки есть определенные особенности, которые всегда затрагиваешь при обрисании тех или технических средств реализации целей определенных. Вот, то есть, ну, это, собственно говоря, общие, такие моменты достаточно общие. То есть, есть некий набор уже известных на экспериментальном путем найденных конденсаторов, тех же фильтров, которые гарантированно хорошо работают. То есть, Мацус это делает хорошие конденсаторы? Да, да. Наверное, слово «работает» неправильно подобранно, но «благозвучно». Благозвучно функционирует. Нет, не функционирует, а влияет на звук. Нет, они благозвучно влиять на звук не могут, это еще блок питания мы обсуждаем. Ну, я понимаю. Нет, ну, возьмите, поставьте плохие конденсаторы. Хорошо, музыкальный конденсатор. Значит, Мацус это делает хороший музыкальный конденсатор. Ну, скажем так... Я боясь таких формулировок. В другой отрасли, допустим, сварочный аппарат, этот конденсатор не подойдет по любому. А он как раз подойдет. Да, подойдет, конечно. Тот, который под сварочный аппарат, однозначно пойдет звук хорошо. У меня есть целая куча тех свойств, которые для звука великолепны. Это большой импульсный ток, это малый ESR. То есть, он может многозадачить. Да, запросто. Они в основном-то и делаются не для звука. Для звука никто не думает, когда их делают. Есть миллион индустриальных приложений, у которых бюджеты превосходят. Все звуковые бюджеты в мире вместе взяты в тысячи раз. Поэтому никто не будет думать о том, что бы сделать там для звука. Ну, кроме каких-нибудь совсем уж заточенных на этой фирме. Все будет делать индустриалку, потому что она приносит прибыли. И будет делать ее хорошо, чтобы она не взрывалась, когда она приносит ту самую прибыль. Но это тот же процесс, что и в автомобильном звуке. В свое время самые лучшие конденсаторы для автомобиля брались с энергетических установок для торпед электрических. Потому что, естественно, эти конденсаторы могли работать, а, в любых условиях, б, они были очень надежные и очень емкие. Да, это очень на то и похоже. То есть реализация максимальных объективных параметров, она во многом коррелирует с тем, что требуется получить в той субъективной части, которая используется в звуке, в звуковых устройствах. Ну, ладно, сделаем источник питания, там, трансформатор намотали, диоды закупили, Мацуси-Тоденки поставили. Поставили конденсаторы, там, вот эти FC, FM, FK, Panasonic, все хорошо. Теперь, что мы этим питаем? Этим мы питаем тактовый генератор. А вот тут начинается проблема. А это сердце. А это сердце. Это вот что-то. Тук-тук-тук отсчитывает в этой тактике. Да, да, да. Безусловие, которые для ЦАПа являются времяопределяющими. И вот тут начинается самое полное, ну, сказать, плохое слово не поворачивается, язык, ерунда, скажем так. А ерунда-то в чем? В том, что многие почему-то, я не знаю, откуда это идет заблуждение, считают, что тактовый генератор цифроаналогового преобразователя должен быть очень стабильным. И вот начинают мериться вот этими PPM-ами его. Вот у меня 10 PPM его стабильности, вот у меня 5, вот у меня 3, вот у меня 1, вот у меня 005, вот у меня вообще водородный или рубидивый, у него 00005. И никто не задумывается, что это вообще для звука-то нафиг никому не интересно. Потому что в данном случае какая у него частота сегодня и через 2 года, абсолютно не важно. У него важно, какая у него, грубо говоря, в какой момент вот этого абсолютного времени пришел один фронт импульса и в какой момент, насколько точно этот момент отстает от предыдущего, пришел другой фронт импульса. Это кратковременная стабильность. Про нее вот только где-то в последние годы начали люди как-то рассуждать, смотреть фазовые шумы генераторов на малых отстройках. То же самое, что это низкочастотный джиттер. А это как раз самое сложное в генераторах. Получение малых фазовых шумов на отстройках, небольших, от центральной частоты. Это самая сложная задача, потому что она, по сути, определяется качеством кварцевых пластин, их добротностью, уровнем шумов генераторной схемы, уровнем помех по питанию, которая на эту генераторную схему подается и факторами, в общем-то, совсем уже таким эзотеричным, вплоть до влажности воздуха, если не герметичный. Кварц вы используете отечественный или отечественный? Да, отечественный кварц, да. То есть наш кварц хороший. Хороший, он ничем не хуже зарубежного, просто он, во-первых, а, доступнее, во-вторых, б, можно, в принципе, напрямую работать с производителями. И если договориться, люди все понимают из-за можно. И за бутылку. Ну, не за бутылку. Сейчас уже такие ростыны как-то не котируются. Пластины там резать специальным срезом. За хорошую бутылку. Не за хорошую они будут, за очень хорошую. За очень хорошую. Да, там могут отрезать. Ну, тут, опять же, поскольку этот срез кварцевых пластин для получения вот этой высокой, предельно высокой добротности резонатора и наличия малого количества дефектов в этой пластине достаточно специфичен, его, естественно, для промышленных масштабов никто не делает. То есть, это достаточно специфичные заказные изделия. Но их можно заказать, их можно сделать. Это вполне реализуемо. То есть, при желании это все доступно. Так или иначе, схема, которая его обслуживает, это тоже определенная, представляет собой сложность. Интересно, есть много схем-генераторов. Какие-то определенные имеют низкий уровень вот этих вот фазовых шумов. Некоторые имеют в виду больший. Ну, в общем и целом, здесь есть определенная свобода творчества, поскольку, ну, плюс-минус, они, по крайней мере, те схемы, которые отработаны, которые, типа, трехточки с последующим формирователем прямоугольника, либо генератора, скажем так, на дифференциальных каскадах, вот на СЛ-микросхемах, то, что раньше было достаточно модно делать. Потом это отошло, ввиду и большого употребления, и большого уровня помеха питания. Но, тем не менее, тоже направление было интересное. Это все сделать можно, и получить генератор хороший тоже можно. Соответственно, и кормить наш ЦАП, тактировать его, вот это, обеспечить его часики, сердечко, мы тоже можем нормально. Что следующее? Следующее, как мы говорили, сами микросхемки ЦАП. И вот, а здесь поле для творчества и флуда, и всего-всего-всего огромнейшее. Продолжение следует...